Мария Шарапова – звезда мирового тенниса, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира. На протяжении многих лет она также оставалась одной из самых богатых спортсменок мира. Шарапова завершила свою спортивную карьеру, но по-прежнему интересует общественность. По просьбам наших подписчиков мы сделали видео об этой знаменитости. Мария Шарапова – что стала самой громкой теннисисткой мира? Мария Юрьевна Шарапова родилась 19 апреля 1987 года в сибирском городе Нягонь. Куда переехали ее родители после аварии на Чернобыльской АЭС из белорусского Гомеля, что всего в 140 километрах от места катастрофы. Отец Маши, Юрий Викторович, руководил бригадами, которые ремонтировали заводские трубы, а потом занялся карьерой дочери. В то время, как Юрий был на виду, мать Елены Петровны, кандидат наук, держалась в тени и занималась образованием Марии. Когда девочке было два года, семья переехала в Сочи. Юрий, увлекающийся теннисом, начал посещать теннисные корты Парка Ривьера и брать дочь с собой. Там маленькая Маша впервые взяла в руки ракетку и часами могла отбивать мяч от стенки. В 1991 году Шарапову заметил тренер Юрий Юткин и взял ее под свое крыло. Приятелем Юрия Шарапова был отец Евгения Кафельникова, Александр, который подарил девочке одну из ракеток своего сына. Она была слишком большой и тяжелой, но Маша ею играла в течение многих лет, так как другой ракетки не было. В 1993 году Мария попала на мастер-класс для молодых спортсменов в Москве. Среди тренеров, наблюдавших за игроками и дававших советы, была теннисистка Мартина Навратилова, которая сразу увидела перспективы девочки и порекомендовала отцу отправить ее в США. Сразу после возвращения в Сочи Юрий начал планировать отъезд в США. Получил поддержку тренера российской национальной детской команды и добился выдачи двух трехгодичных виз. Маме Марии визу не дали. В 1995 году Юрий Шарапов, не знавший ни одного иностранного языка, с 700 долларами в кармане вместе с дочерью уехал во Флориду. В первый же день они отправились в теннисную академию, где тренировались сестры Уильямс, но там скептически отнеслись к рассказу Юрия. Тогда они поехали на просмотр в академию Болитьери на восточном побережье Флориды. Поставленный удар и феноменальная концентрация Шараповой впечатляли, и ей предложили тренироваться на кортах бесплатно, а также помогли найти квартиру. Через некоторое время Мария вынужденно сменила академию, а затем и вовсе год занималась самостоятельно. Но она продолжила побеждать в турнирах, опережая свой возраст. В 7 она играла в группе до 9 лет, в 8 – до 10, а в 9 лет стала одной из лучших в США в возрастной группе до 12. Кстати, в этом возрасте Мария увлекалась не только теннисом, но и коллекционированием почтовых марок. Это увлечение сохранилось и до сегодняшнего времени. Позже она признавалась, что когда едет в какую-то страну, то обязательно приобретает там хотя бы одну марку. Ну а если вы также увлекаетесь коллекционированием, то вам нужно на сайт Виолити. Это платформа для покупок и продаж антикварных предметов, произведений искусства, ценных редких вещей, а также других предметов коллекционирования. Удобная и продуманная структура разделов и подразделов позволяет тратить минимальное количество времени на поиски того, что вас интересует. На сайте предоставлен огромный выбор предметов по сравнению с аналогичными ресурсами. Здесь есть все – редкие монеты, уникальные археологические находки, старинные музыкальные инструменты и многое другое. Сайт Виолити дает возможность выгодно продать или купить практически все, что угодно в любой момент времени. Я лично обратил внимание на раздел с плакатами, афишами и календарями, так как я увлекаюсь футболом, мне было интересно посмотреть, что здесь есть на эту тематику. И вот посмотрите, что я нашел. Плакат легендарной команды «Динамо Киев», которая во второй половине 90-х годов наводила ужас на таких европейских грандов, как Барселона и Реал Мадрид. И тем более этот плакат подписан всеми игроками команды. В этом разделе каждый сможет найти для себя что-то интересное. И что очень важно, команда консультантов Виолити работает 24 часа в сутки и всегда старается помочь, а товар доставляется по всему миру. Так что переходите по ссылке в описании, ну а мы продолжаем. Видя успехи юной Шараповой, ей вновь предложили место в Академии Болетьери. А на одном из детских турниров во Флориде, где 11-летняя Маша соревновалась с девочками на 2-3 года старше, ее заметила бывшая теннисистка и жена владельца маркетингового агентства IMG Бетси Нэггельсен. Именно она посоветовала мужу подписать с Марией контракт на сумму 100 тысяч долларов в год с условием возврата инвестиций после перехода теннисистки в профессионалы. Спустя несколько недель Маша подписала контракт с Найк на 50 тысяч долларов в год, плюс были бонусы. Некоторое время теннисистка по настоянию папы экспериментировала с ведущей рукой и играла как левша, но в 12 лет решила оставить все как есть и остаться правшой. Тем не менее хорошее владение левой рукой позволяло теннисистке менять руку по ходу игры и наносить неожиданные удары. В 2000 году состоялось дебютное выступление 13-летней Марии на международных соревнованиях для юниоров, где она получила специальный приз как наиболее многообещающая участница. Спустя год россиянка первый раз сыграла на женском профессиональном состязании Международной Федерации тенниса, но не вышла в третий круг. В 2002 Мария вышла в финалы открытого чемпионата Австралии и Уимблдона для девушек до 16 лет. Также она трижды стала победительницей в состязаниях ITF с призовым фондом до 25 тысяч долларов. В 2003 теннисистка дебютировала на взрослых соревнованиях серии «Большого шлема» в Австралии и Франции, но не смогла преодолеть первый раунд. Однако на травяных кортах турнира в Бирмингеме Мария вышла в полуфинал, что позволило юной россиянке попасть в первую сотню мирового женского рейтинга. В октябре 2003-го Шарапова завоевала дебютный для себя трофей WTA в одиночном и парном разрядах на турнире в Токио, а по итогам сезона после нескольких удачных турниров Мария поднялась на 32-е место рейтинга и получила награду WTA как лучший новичок года. В 2004-м Шарапова прошла в третий раунд открытого чемпионата Австралии, полуфинал одиночных соревнований и финал парного турнира в Мемфисе. В мае на Ролан Гарос она прошла в четвертьфинал, а в июне выиграла и одиночный, и парный турнир в Бирмингеме. В тот период девушка была безответно влюблена в 23-летнего испанского теннисиста Хуана Карлоса Феррера, но у испанца была девушка, на которой он вскоре женился. 3 июля 2004 года 17-летняя Шарапова обыграла в финале Умблдона американку Сирену Уильямс и стала первой россиянкой, выигравшей на этом турнире. Накануне финала спортсменка сильно простудилась, к тому же переживания не давали ей заснуть. Но в матче все складывалось идеально. Эта победа позволила Марии стать восьмой ракеткой мира. После триумфального Умблдона Шарапова также выиграла титул WTA на открытом чемпионате Кореи. Турнир в Токио и в конце сезона первой из россиянок выиграла итоговый чемпионат WTA. В финале она второй и последний раз в карьере обыграла Сирену Уильямс. За эту победу Мария получила автомобиль Porsche, который продала на аукционе, а вырученные деньги передала в фонд помощи детям Беслана. В 2005 году Мария Шарапова нанесла поражение первой ракетки мира американке Линдси Девенпорт в финале турнира в Токио, а также стала чемпионкой турнира в Дохе. В августе 2005-го Мария впервые в карьере возглавила рейтинг WTA. В том же году она стала заслуженным мастером спорта России и возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок Forbes, оставаясь его лидером 11 лет подряд. В 2005-м девушка год встречалась с американским теннисистом Энди Родиком, но они старались не афишировать отношения. Следующие отношения с Адамом Левином, солистом группы Maroon 5, продлились около полугода. Через несколько лет Адам дал интервью, в котором рассказал, что девушка не устраивала его в постели, за что позже принес извинения. В сентябре 2006-го теннисистка лидировала на турнире в Сан-Диего и открытом чемпионате США, став второй россиянкой, выигравшей US Open. В том же году журнал Sports Illustrated назвал Марию Шарапову самой красивой спортсменкой года. 2007-й начался для Марии с выхода в финал открытого чемпионата Австралии, где она уступила Сирене Уильямс, но после турнира вновь поднялась на первую строчку в мире. Единственная победа на турнирах WTA того года пришлась на турнир в Сан-Диего в начале августа. В том же году девушка стала послом доброй воли ООН и в первый же день пожертвовала через свой фонд 100 тысяч долларов на помощь 8-ми молодежным проектам в пострадавших от Чернобыльской аварии районах Беларуси, России и Украины. В следующем году она запустила стипендиальную программу для студентов населенных пунктов, которые были подвержены радиации, с бюджетом 210 тысяч долларов. В начале 2008 года Шарапова взяла на Australian Open свой третий кубок большого шлема, не проиграв ни одного сета. Вскоре после этой победы обострились проблемы с правым плечом, начавшиеся еще в 2007 году. Тем не менее, в феврале она дебютировала в составе сборной России в розыгрыше Кубка Федерации и помогла команде попасть в полуфинал. Победная серия продолжилась на турнире в Дохи, а затем в апреле на турнире в Амелия Айленде. После проигрышей в четвертом раунде открытого чемпионата Франции и втором раунде Уимблдона, Мария снялась с очередного турнира и отправилась на лечение в Нью-Йорк. В итоге ей потребовалась операция и семь месяцев реабилитации. В то время девушка встречалась с сыном миллиардера Чарли Эберсолом. Молодые люди часто появлялись вместе на баскетболе и различных благотворительных мероприятиях. По слухам, именно он в 2009 году познакомил девушку с баскетболистом Сашей Вуячичем, в которого девушка влюбилась с первого взгляда. Чувства были взаимными, и через год они объявили о помолвке. Однако в начале 2012 года Мария и Саша расстались. Вуячич не смог смириться с тем, что Шарапова намного успешнее его. Вернувшись к тренировкам после травмы, теннисистке пришлось изменить технику подачи, что привело к поражениям в первых турнирах после возвращения на корт в марте 2009 года. Но 3 октября Мария выиграла в Токио свой первый турнир после перерыва и 20-й на турнирах WTA. На австралийском чемпионате 2010 года Шарапова проиграла на старте, но затем стала чемпионкой турниров в Мемфисе и Страсбурге. Начало сезона 2011 года выдалось не слишком удачным, но после небольшого перерыва Шарапова успешно выступила на крупных турнирах американской серии. В Индиан Уэллсе она добралась до полуфинала, а в Майами вышла в финал. Эти результаты позволили Шараповой вернуть себе место в первой десятке мирового женского рейтинга. Перейдя на грунт, Шарапова в мае победила на турнире в Риме, а во второй части сезона Мария завоевала титул в Синциннате, но в октябре получила травму лодыжки. В 2011 году журнал Time включил Марию в число 30 лучших теннисисток прошлого, настоящего и будущего. В тот год доходы Шараповой достигли 24,2 млн долларов. 2012 год принес Марии победы в Риме, Штутгарте, а также титул на кортах Роланга Росс. Благодаря этой победе она сумела занять первую строку в таблице лидеров WTA и оформить карьерный шлем, в разные годы победить на всех четырех турнирах большого шлема. 27 июля Мария Шарапова приняла участие в Олимпиаде, где стала первой женщиной-знаменосцем сборной России на церемонии открытия игр. По итогам теннисного турнира она завоевала серебряную медаль, в финале уступив в «Сирене Уильямс». В том же году теннисистка получила награду за заслуги перед отечеством, за свою благотворительную деятельность и за вклад в развитие физической культуры и спорта и спортивные достижения. Осенью девушка начала встречаться с болгарским теннисистом и экс-бойфрендом «Сирены Уильямс» Григором Димитровым. Через три года молодые люди все же расстались. В том же 2012 году Шарапова открыла кондитерскую компанию «Шугарпово», выпускающую жевательный мармелад и сладости. Спортсменка вложила в бизнес 500 тысяч долларов и является не только основателем и владельцем, но и творческим директором бренда. Она участвует в формировании ассортимента и создании дизайна продукции, придумывает и рисует эскизы конфет. 2012 год спортсменка закончила на втором месте в женской классификации, а «Теннис Ченнел» включил ее в список 100 лучших теннисисток за все время. В 2013-м спортсменка победила в «Индиан Уэлсе» и «Штутгарте», но из-за травм ей пришлось сняться с нескольких турниров. В том же году Шарапова представила в Нью-Йорке свою коллекцию модных аксессуаров под брендом «Шугарпово», а ее годовой доход, по данным Forbes, достиг 29 миллионов долларов. 7 февраля 2014 года Шарапова приняла участие в одном из заключительных этапов эстафеты огня зимних Олимпийских игр в Сочи, пронеся факел по стадиону Фишт. В том же году она взяла титул на состязаниях в Мадриде, Пекине, Штутгарте, сумела в пятый раз стать обладателем «Большого шлема», в очередной раз покорив корт Ролан Гарос и завершила сезон в ранге второй ракетки мира. По данным Forbes, за год Мария заработала 24,4 миллиона долларов, 22 из которых принесли рекламные контракты. Уже на первом в пятнадцатом году турнире Шарапова взяла титул в Брисбене, а затем победила в Риме, но из-за травмы пропустила большую часть второй половины сезона. За тот год Мария заработала чуть более 29 миллионов долларов, при этом призовые составили чуть больше 6 миллионов. Шарапова планировала начать сезон 2016 года на турнире в Брисбене, но из-за травмы сняла с соревнований, а на открытом чемпионате Австралии дошла до четверть финала, где уже в 18-й раз подряд уступила «Сирене Уильямс». 7 марта Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила, что по невнимательности продолжала принимать запрещенный с 1 января мельдоний, содержащийся в препарате «Милдранат». За нарушение антидопинговых правил ее исключили из рейтинга WTA и дисквалифицировали на 2 года. После поданной ею апелляции арбитражный спортивный суд признал, что Шарапова принимала мельдоний не для улучшения результатов и сократил этот срок до 15 месяцев. Во время дисквалификации спортсменка на общих основаниях поступила в школу бизнеса Гарвардского университета и написала книгу «Неудержимая моя жизнь», выпущенную на 20 языках. Возвращение спортсменки на корт состоялось 26 апреля 2017 года на турнире WTA в Штутгарте, где она вышла в полуфинал. 15 октября Шарапова выиграла свой первый турнир после дисквалификации. В 2018-м стало известно, что почти год ее избранником является британский миллионер Александр Гилкс. В том же году Мария исполнила камео в фильме «Восемь подруг Оушена» и сериале «Миллиарды». В обновленном списке Forbes общий доход Шараповой за 2018 год оценили в 10,5 миллионов долларов, из которых 1 миллион был заработан игрой в теннис. В конце 2019 года теннисистка приняла участие в съемках американского сериала «Утренние шоу» с Дженнифер Энистон и Рис Уизерспон. В том же году Шарапова заняла 25-е место в списке «Богатейших женщин России» по версии Forbes, заработав за всю карьеру 325 миллионов долларов. За три года после возвращения Мария приняла участие в девяти турнирах «Большого шлема», но ни разу не смогла пройти дальше четвертого круга. Успешным выступлением на этих и других турнирах часто мешали различные травмы. 21 января 2020 года состоялся последний матч Шараповой в профессиональной карьере. В первом круге Australian Open россиянка проиграла в двух сетах хорватки Донни Векич. 26 февраля Мария объявила о завершении карьеры в колонке, опубликованной одновременно в Vogue и Vanity Fair. Основная причина ухода – застарелые травмы плеча, из-за которых теннисистка уже не может показывать былых результатов. В общей сложности она выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде и три в парном, и суммарно возглавляла рейтинг-лист женской теннисной ассоциации на протяжении 21 недели. В декабре 2020-го Мария Шарапова сообщила о помолвке с Александром Гилдсом. Он ей подарил помолвочное кольцо, которое было изготовлено на заказ из розового золота с бриллиантом и зумрудной огранки стоимостью 400 тысяч долларов. В 2020 году Форбс оценил состояние Марии Шараповой в 200 миллионов долларов, включив ее в рейтинг богатейших женщин США. В среднем она зарабатывает более 24 миллионов долларов в год. Большую часть из этой суммы составляют доходы с рекламы. Техническими спонсорами спортсменки выступали производитель ракеток Head, а также компания Nike, которая в 2010 году предложила рекордное восьмилетнее соглашение на 70 миллионов. Кроме того, Мария несколько раз выступала дизайнером лимитированных коллекций бренда. В 2003-м Мария заключила контракт с производителем мобильных телефонов Моторола на сумму более 1 миллиона долларов в год. Сюжет рекламного ролика был основан на событиях Уинбелл Дона. Выиграв финальный матч, Мария попросила у отца телефон, чтобы позвонить маме, и стала набирать номер, когда подходила к телевизионной камере для послематчевого интервью. Начиная с 2004 года спонсорами теннисистки стали Такер, Колгейт & Палмалиф, Лэндровер, Тиффани & Компани, Самсунг, Порш, Эйвен и Эвиан. Величина контрактов с этими брендами колебалась от 3 до 9 миллионов долларов ежегодно. После допингового скандала часть из них отказалась от сотрудничества с Марией. По некоторым данным, около 15% дохода с рекламных контрактов идет на оплату комиссии агентству IMG. Кроме собственной компании «Шугар ПОва», годовой доход которой составляет порядка 20 миллионов долларов, Мария в 2014 году вложилась в компанию «Супергуб», производящую солнцезащитные кремы и следующую проблемы кожных заболеваний. В 2020-м она инвестировала 900 тысяч долларов в стартап по производству фитнес-браслетов, фирму, производящую массажеры и прочие гаджеты для спортсменов, а также заключила контракт с обучающей платформой SKILLS. Мария регулярно принимает участие в благотворительных проектах, а для души любит покупать произведения искусства. Самой удачной находкой Шарапова считает литографию Пикассо, купленную в Лондоне. Мария живет в Лос-Анджелесе в особняке, созданном по ее индивидуальному проекту на берегу океана. Здание условно разделено на два крыла. В первом расположены гостиная, столовая, кухня на первом этаже и хозяйская спальня на втором. Другое крыло предназначено для гостей, там расположены спальни. В доме также есть цокольный этаж, на котором организовали зону игры в боулинг. Дизайн особняка вдохновлен японской культурой и минималистичным дизайном. В лаконичных интерьерах дома бетон и стекло удачно сочетаются с выбеленным дубом, кедром, серебристым травертином. А внутренний двор с садом и бассейном образует единое пространство с гостиной за счет раздвижной двери перегородки. Мебель представляет собой миксы старинных предметов родом из Азии, Африки, Европы и мебели середины 20 века. В 2020 году спортсменка приобрела ранчо в районе Санта-Барбары за 8,6 млн долларов. Общая площадь участка составляет чуть более 2 гектаров и включает в себя холмистые сады, украшенные лавандой, розами и жасмином, открытые лужайки, высокие ели и густой бамбуковый лес. Главный дом в баллийском стиле с деревянными потолками и комнатами в стиле лофт примечателен каменной террасы под пальмами, откуда открывается вид на океан. Рядом со зданием находится маленькая отдельная студия со стенами горчичного цвета. Гостевой дом выполнен в голландском стиле и имеет дополнительную заднюю дверь. Оттуда можно попасть в просторный внутренний дворик, выполненный из камня, а также выйти к лужайкам на холмах. Третье здание – гостевой домик смотрителя, примыкающий к конюшне с пятью стойлами и дополнительным сооружением для верховой езды, включая загон для лошадей. Ранее теннисистка за 5 миллионов 250 тысяч долларов продала дом в Манхэттен-Бич, который приобрела в 2005-м за 3,7 миллиона. Также в начале 2000-х Шарапова купила виллу площадью примерно 600 квадратных метров во Флориде за 2,6 миллиона долларов. Кроме того, у нее есть роскошные апартаменты в Израиле на Средиземноморском побережье за 2 миллиона долларов. Благодаря хорошим контрактам с автопроизводителями Шарапова имеет внушительный автопарк, в котором находятся такие автомобили, как BMW 760, Land Rover Freelander 2. Являясь лицом Land Rover, теннисистка некоторое время водила Land Rover Discovery и Range Rover Sport, а затем в 2013 году подписала контракт с Porsche. В ее коллекции есть такие модели этой марки, как 911 Carrera Cabriolet, который она получила в качестве приза за победу в Штутгарте, 911 Targo, 918 Spyder, Boxster, Macan, Panamera, Cayenne S, Cayenne GTS, Cayenne и Hybrid. В 2010 году Шарапова села за руль Tesla Roadster в рамках спонсорской акции. Двумя годами ранее за победу на турнире в Дохе получила Харли Дэвидсон Найтрод. Шарапова известна не только многочисленными титулами, но и тем, что является одной из самых громких теннисисток мира. Согласно официальным замерам, ее крик во время игры достигал 105 дБ, который сравним со звуком двигателя реактивного самолета. Как вы считаете, стоило ли Марии Шараповой так рано уходить из спорта?